Владимир Владимирович, последние годы кадастровая стоимость объектов недвижимости и земли резко увеличилась. Это послужило дополнительным бременем и нелегким бременем для предприятий, особенно промышленных. Сегодня кадастровая стоимость часто выше рыночной. Это доказывают многочисленные суды, выигранные предпринимателями. И те деньги, которые тратятся на судебные издержки, могли бы тратиться на развитие предприятия и модернизацию предприятия. Кроме того, для физических лиц тоже наступают непростые времена, так как теперь исчисление налога на недвижимость будет исходить из кадастровой стоимости. Вопрос. Могли бы вы рассмотреть и по возможности поддержать следующие два предложения. Первое. Установить мораторий на повышение кадастровой стоимости объектов недвижимости и земли на 5 лет. В ближайшее время привести кадастровую стоимость к рыночной, привлечь к этой работе представителей делового сообщества, например, деловой России и других, а также собственников. С обязательной ответственностью оценочного сообщества за свою работу. Сейчас никакой ответственности за завышенную кадастровую стоимость они не несут. И второй вопрос. Второе предложение. Учитывая, как вы сказали, сложность экономическую с сегодняшнего дня, увеличить необлагаемую стоимость для граждан комната с 10 до 15 метров, квартира площадью с 20 до 50 метров и загородный дом с 50 до 100 метров. Спасибо большое. Переход к кадастровой оценке – это инициатива некоторых регионов Российской Федерации. Это даже не инициатива правительства. Почему? Потому что в некоторых регионах, в частности в Москве, у руководства города сложилось впечатление, что они недополучают доходы, которые могли бы и должны бы получать, и направить их прежде всего на решение общегородских проблем. Так как имевшаяся оценка считалась московскими властями заниженной и проведенной таким образом, что, скажем, от крупных торговых сетей в год получали почти ноль в городскую казну. И это, конечно, несправедливо. И москвичи, которые не занимаются бизнесом, конечно, вправе были спросить у руководства города, почему вы это допускаете. Но, разумеется, вот этот процесс, он действительно должен привести к большей справедливости, но не к перегибам в другую сторону. И здесь я с вами согласен. Это касается и предпринимательского сообщества, это касается и граждан, потому что и граждан этот вопрос волнует. Вот можно ли увеличить необлагаемую часть, количество метров, наверное, можно, и над этим нужно подумать. Я с голоса просто сейчас не могу ответить по конкретным цифрам, но точно совершенно подумать в этом направлении можно и нужно. Значит, теперь по поводу моратория. Ну, вы знаете, можно говорить и о моратории, конечно, но дело-то в чем? Дело в том, что ведь эта система должна быть введена к 2020 году, причем по мере готовности регионов. Собственно говоря, решение и так достаточно мягкое. И оно где принято, это буквально в единицах субъектов федерации, в одном, двум, там в трех, я не знаю, в Москве работает. Но все остальные по мере готовности к 2020 году, собственно говоря, это и есть такой мораторий. Можно, конечно, поговорить, определить критерии этой готовности региона. Ну, вот, собственно говоря, это и будет мораторием. Но регион сам решает, готов он или нет, пока вот так предлагается решить проблему. Теперь по поводу привлечения делового сообщества к оценке кадастровой стоимости. Но вот дело-то в чем? Дело в том, что вот сейчас, сейчас вот этой кадастровой стоимостью занимаются как раз частные компании. А мне-то казалось бы, что нужно наоборот сделать так, чтобы эту оценку проводили государственные учреждения. Почему? Потому что сегодня, к сожалению, эти частные компании не несут ответственности никакой за результаты своей работы по этой самой кадастровой оценке. И получается совершенно парадоксальная ситуация часто. Я это видел, кстати говоря, в вопросах, которые я вчера читал в большом количестве. Когда две рядом расположенные квартиры оценены совершенно иначе. Они на порядок одна от другой отличаются. Но это просто и не только несправедливо, это и даже неумно. Поэтому здесь нужно все привести в соответствие со здравым смыслом. И будет правильно, если вот таким образом будет построена работа, что ответственность будут нести государственные учреждения. Но это будет означать, и думаю, что это тоже можно и нужно сделать, чтобы люди могли обращаться за защитой своих прав не только через судебную систему, что считается очень малоподвижным и долгим по времени, но и в несудебном, в административном порядке. Но и еще, что хотел бы обратить внимание, что все льготы, которые есть у граждан в связи с оплатой жилья, они сохраняются вне зависимости от оценки БТИ, либо кадастровой оценки, рыночной, либо кадастровой.